Ну что, ребятки, огромный всем привет! Меня зовут Карина Аракелян, я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Сегодня я снимаю новое видео, и оно будет тоже разговорное. Я его хочу посвятить несправедливым ситуациям. Давненько не было у меня на канале таких видосов, где я рассказываю вам действительно несправедливые ситуации, прям вообще какие-то офигевшие. И имя вы со мной делитесь у меня в инстаграме. Пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Я уже подготовила для вас подарочки, сейчас покажу, посмотрите. Это для подписчиков инстаграма, так что взгляните-ка вы вот на эту красоту. Она у меня вот тут вот лежит. Это пакетики с канцелярией, с книжечками моими, где написаны страшные истории. И всё это я разыгрываю себя в инстаграме, и вижусь с вами, и фоткаюсь с вами. Поэтому, дорогие мои, обязательно... Ой, у меня сверху ещё такая красивая подсветка неоновая. Чё это я вам её не показываю даже чуть-чуть. Всё супер, теперь я выше, неоновую подсветку немножечко видно. Мне такой ракурс нравится больше. Короче, недавно я выложила историю в свой инстаграм, где попросила вас рассказывать истории несправедливые, а какие-то прям вообще с ума сойти, что вот что-то с вами произошло такое, что редко с кем происходит, и вы бы хотели, чтобы я рассказала это своим подписчикам. В общем-то, историй достаточно много, поэтому присаживайтесь поудобнее. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Обязательно нажимайте на колокольчик, только точно такой же, но ниже, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Это видео о несправедливых ситуациях, вообще капец каких, поэтому... Начинаем! Первой историей со мной поделился мой подписчик Валя. И, в общем-то, он подрабатывал официантом в одном заведении в Москве. Он тоже живёт в Москве, точно так же, как и я. И, в принципе, клиентов было, ну, достаточно много в заведении, в котором он работал. Говорить не буду, иначе получится как реклама, но вы многие ходите в это заведение, и, в принципе, оно известно по всему миру. Но это не фастфуд, но там очень вкусно. Пишите ваши догадки в комментариях, верные комментарии, я лайкну, чтобы было тоже очень интересно. Ну и, в общем-то, там были, да, неадекватные клиенты, какие-то максимально странные, но больше всего его удивили клиенты, вот две девочки, которые пришли к нему буквально две недели назад. После этого он нахер уволился, потому что он и так думал это сделать, но девчонки его на это прям 100% спровоцировали. Короче, такая история. Две девочки приходят в это кафе-ресторан. Ну и, соответственно, наверное, они поспорили друг с другом, либо что, но они докапывались практически до всего. Просто с ума сойти! До каждого шага докапывались, и как раз-таки этот официант Валя их обслуживал. Как только он к ним подошел, они спрашивали, а вот это блюдо примерно сколько готовится, а вот это блюдо, там случайно не попадутся волосы или какие-то ногти отгрызанные. Представляете, вот такие прям вещи спрашивать у официанта, вы пришли вроде бы в нормальное заведение, по всему миру как бы почти известное, да, и вы задаете вопрос, и не попадутся ли в этом блюде волосы или ногти. Как бы сначала официант отвечал вежливо, окей, типа сказал, нет, конечно, вы что, у нас заведение проверенное, а у нас как бы санитария и вообще со всем остальным все хорошо, у нас на кухне вообще порядок, типа в некоторых городах даже у нас ревизорная программа была, и у нас было все чисто, идеально, круто, поэтому не переживайте. Девочки все равно вели себя максимально отвратительно, хамили, огрызались, матерились, ржали, как будто бы были в каком-то нетрезвом состоянии, ну, заказали в итоге они, короче, сначала себе коктейли молочные, да, ну и после заказали себе то ли салаты какие-то, а после десерты. Да, одна девочка заказала салат с десертом, а вторая суп и потом десерт. Ну и, в общем-то, официант буквально через 15 минут, уже уставший от того, сколько они вопросов ему задали, приносит им блюда, отходит, пока начинает обслуживать еще одних клиентов за соседним столом, и обращает внимание на девочек, как девочка берет, короче, и свои волосы выдергивает и складывает в этот коктейль. Зовет официанта и говорит, извините, пожалуйста, но я же у вас спрашивала, посмотрите, вот в этом коктейле лежат волосы, он говорит. Так, извините, пожалуйста, но вы же только что свои волосы туда положили. В смысле я положила туда свои волосы? Это не мои волосы, вы не видите? У меня оттенок чуть-чуть посветлее, чем волосы, которые там. Будьте добры, пожалуйста, убрать и заменить этот коктейль. Окей, он заменяет коктейль девочка рядом, которая была с этой девчонкой, и немножечко, конечно, поугарала, но ладно. На коктейль она не жаловалась, вторая девчонка жаловалась уже на суп, и сказала, что он очень-очень горячий. Пожалуйста, остудите мне его и принесите уже тепленький. Как только официант приносит им этот суп тепленький, она говорит, он слишком теплый, пожалуйста, подогрейте. Ааа, я бы уже взорвалась просто на месте этого официанта. Представляете, на каких эмоциях он мне писал эту историю? Я просто уже с ума потихонечку начала сходить, только прочитав это, понимаете? Ну и, в общем-то, что вы думаете? Вот так вот они жаловались, потом им принесли десерт, они сказали, извините, у вас десерты вообще тут сколько стоят? У них вкус, как будто бы они стоят тут уже год. В итоге официант уже молился, типа, извините, давайте мы вам сделаем скидку. В итоге они не хотели скандалов вообще с этим заведением делать вместе с официантом, да и вообще администратором, они и администратора вызывали. В общем, им сделали скидку, как клиентам, 30%, чтобы вы понимали. Приносят им счет, и что вы думаете? Они кладут деньги в счет и уходят. Буквально через 5 минут подходит официант убрать еду, забрать счет, и видит вместо 1500 рублей в счете лежит 100 рублей. Прекрасно. После этого официант Валя просто нахрен уволился и перешел в другое заведение. Только спустя, вот, только 2 недели он устроился работать в Макдональдс, там хотя бы зарплата повыше и нету таких неадекватных клиентов. Точнее, попадаются они не так часто по сравнению с тем заведением. То ли там какая-то репутация у этого заведения фиговая была, то ли что. Ну, в общем-то, Валя просто охренел и сразу же поделился со мной этой историей. Ему, кстати, 19 лет. Валь, спасибо тебе большое, что поделилась со мной этой историей. Я бы не стала терпеть таких клиентов, уже бы просто давным-давно сошла бы с ума. Ай, конечно, это просто какое-то сумасшествие. Ну и переходим ко второй истории. В конце видео обязательно расскажите, какая история, по вашему мнению, показалась наиболее жесткой. В общем, этой историей со мной поделилась женщина Света. И она написала, что на неделю они улетали с мужем и сыном на отдых буквально месяц назад. И она попросила свою знакомую, с которой виделась буквально несколько раз. В квартире как таковых ценностей не было. Просто присмотреть немножечко за хомячком и пополивать цветы. Буквально через три дня прийти, один раз покормить хомячка и пополивать цветы. И сказала ей, то есть, если ты хочешь... А она жила далековато и, в принципе, не у кого больше было попросить. Она сказала, типа, это Света, если ты хочешь, пока мы с семьей отдыхаем, ты можешь приехать и пожить у нас эту неделю, как бы только чтобы был порядок и все было окей. И что вы думаете? Через неделю приезжают они с отдыха. Все обои разорванные. Вся посуда на полу разбитая. Хомяка в клетке. Нет, цветы все высохшие, ни разу не политые. В комнате на зеркале написано придурки. Вся квартира просто в нежилом состоянии. И эта женщина просто пропала. Им пришлось менять дверной, так сказать, вот эту замоченную скважину специально. Менять абсолютно новую дверь, потому что на двери было все изрисовано и списано. Ну и, в общем, она поняла, что у таких не особо знакомых людей просить о чем-то не стоит. Потому что они лишились хомяка и лишились огромного количества денег на ремонт квартиры. Потому что она сделала из этой квартиры самый настоящий трэш. Там невозможно было просто находиться. И все это было сделано из-за зависти. Потому что это девушка, к которой Света обратилась. Жила очень далеко. В однокомнатной квартире. И, в принципе, они толком не общались. Но по ее взгляду всегда было видно, что Свете она завидовала. И уж тем более она улетела на отдых. Конечно, это трэш. Вот такая вот кратенькая история. Следующая история. Поделилась со мной подписчица Оля. Говорит, как-то загулялась она в торговом центре однажды. Да, до самого-самого вечера торговый центр закрылся. Такси было с очень повышенным спросом. И до ее дома стоило около 500 рублей. А жила она в таком достаточно маленьком городке. 500 рублей это было действительно очень много. Поэтому она решила доехать на маршрутке. И чтобы вы понимали, все как раз-таки выходили в это время из торгового центра. Народу было очень много. Все ждали маршрутки. Для всех, естественно, людей. Не только для Оли был повышенный спрос. Поэтому как бы большинство людей хотели уехать на маршрутке. Приезжает маршрутка. Все люди просто битком залезают в эту маршрутку. И Оля просто стоит и понимает, что как бы ей придется ждать еще около часа. Потому что такие маршрутки до ее дома в конце города ходят не часто. Ну и, в общем-то, водитель, который увидел, что как бы она стоит одна. Толком не лезет. Расстроенная такая миленькая девочка. Ждет теперь следующую маршрутку. Уставшая, с пакетами. Мужчина-маршрутчик открывает ей, короче, соседнюю дверь. Вы же знаете, что рядом с маршрутчиком есть соседнее кресло. Одно впереди. И туда может сесть какой-то человек, в принципе. Но, как сказал этот водитель, я не люблю, когда со мной кто-то ездит. И, типа, я обычно складываю на это сидение какие-то вещи. Или там у меня коробочка с деньгами, когда расплачиваются за поездку. Но он говорит, вы такая миленькая девушка, что мне очень сильно захотелось вас пригласить ко мне. Садитесь, типа. У него там были блинчики в коробочке. То есть, чтобы он кушал там по пути, да, деньги, кофту. Все это девочка взяла на себя, положила на колени, села рядом с ним, да. И какие-то вещи, потому что места было очень мало, она положилась сюда. Многие люди начали возникать. А почему девочка, которая зашла в конце, села на место, куда мог бы сесть любой человек, который заходил в первый маршрутку, да. Все хотят сесть впереди. Но на двери в маршрутке было написано, типа, вперед садиться нельзя. А девчонку пропустили. О, это вообще просто капец какой-то, ребят. В общем-то, что дальше произошло, вы сейчас просто будете в шоке. Короче, водитель вез девчонку, они о чем-то разговаривали. В маршрутке и так было шумно. Еще, знаете, чтобы никто не видел девчонку с маршрутчиком, еще были вот такие вот шторки, за которые нужно заглянуть и заплатить за проезд. В принципе, в маршрутке так обычно делают водители. Ну и, короче, они там что-то разговорились, из маршрутки постепенно все люди вышли. Ну и последняя станция была как раз-таки этой девчонке. Звучит как страшная история. В общем-то, мужчина ее довозит и говорит, давай я тебе прям не до станции, где нужно остановиться довезу, а прям вплоть до дома. Девочка говорит, вау, спасибо вам большое, мне очень приятно, неужели такие добрые водители бывают? И что вы думаете? Водитель подвозит ее прямо до дома и говорит, ну, так, я же тебя не зря блинчиками угощал, да, не зря же я тебя вперед посадил, как бы, можешь сделать мне приятно? Девочка сначала не понимает, говорит, в смысле, типа, ну, ей лет 17-18, как бы, естественно, она поняла, да, о чем говорит этот мужик. Но она такая, извините, пожалуйста, он говорит, нет, сделай мне приятно, я вот такое одолжение тебе сделала, мог бы вообще тебя в маршрутку не пускать, как бы, я еще с тебя за проезды взял на 5 рублей меньше. Хотя, посмотри, проезд-то стоит 15 рублей, а не 10. Он говорит, делай мне приятно или плати, в конце он сказал, как за такси. 700 рублей, по-моему, он сказал, на 200 рублей дороже, чем это стоило изначально. Девочка, короче, отдает свои последние деньги, переводит ему и просто убегает, потому что водитель начал уже как-то супер грубо с ней разговаривать, и мне кажется, это было просто неадекватно. Она с ним попрощалась, типа, извините, до свидания. Добрых людей, ребят, оказывается, не существует в основном, да, либо существует, но очень-очень редко. Обычно все будут просить что-то взамен, так что вот такие вот дела. Ну и следующая история произошла с моей знакомой Катей. В общем-то, она говорит, был у меня случай, когда я заболела, очень плохо себя чувствовала, ни на чьи звонки не отвечала, и предупредила парня, что я не пойду на учебу. И он сказал, типа, окей, хорошо, только у меня завтра работа, я, получается, навестить тебя не смогу, возможно, только поздно вечером заеду и останусь у тебя на ночь. Катя сказала, окей, хорошо, ну и, в общем-то, этот парень учился вместе с ней, она не пошла в колледж, ну и еще, помимо этого парня, с ней в этом колледже, в одной группе, так сказать, училась ее хорошая подруга. В этот день, из-за того, что Катя себя очень плохо чувствовала, ни на чьи звонки не отвечала, весь день спала. Ну и что вы думаете происходит? Как бы парень попросил ее подружку Вику заехать к ней, к Кате, навестить, пока парень на работе, и просто как бы принести какие-нибудь гостинцы, сказать, чтобы она выздоравливала и так далее, передать поцелуйчик от парня и посидеть с ней, так как они были подругами. На что эта девочка говорит, окей, я съезжу к Кате, я ее навещу, только у меня нет денег. Парень говорит, не проблема, давай я тебе дам денег на такси, на какие-то гостинцы, купишь, скажешь, что это от меня и от тебя. Она говорит, хорошо. Ну и что вы думаете? Буквально на следующий день эта девочка а-ля заболела и не вышла в школу. Ну и в итоге Катя-то еще болела, к ней приходит парень на следующий день, на тот день у них увидеться не получилось. Они поговорили, поболтали, как-то круто время провели, ну и как-то мельком парень спрашивает, чё, как тебе гостинцы вчерашние? Вчерашний, она такая, стоп, а какие гостинцы? Она говорит, так, к тебе Вика не приезжала, что ли? Она говорит, нет, ко мне никто не приезжал, мне никто не писал, типа, никто меня не навестил вчера, я просто лежала и лечилась. На что эта девчонка буквально неделю не ходила в школу, и на утро этого дня, перед тем, как парень к ней приехал, Катя написала Вике, Вик, ты, если хочешь, я могу приехать тебя навестить, там, как у тебя дела и так далее. А чтобы вы понимали, парень этой девке, блин, вплоть деньги уже дал, да? Сказал, приедь, навести, просто побудь с ней немного, она не приехала. Сама сделала вид, что заболела, при этом Катя написала, что я могу приехать, ей, наверное, как-то стало стыдно, то ли что, но она ни слова не написала и перестала с ними общаться. То есть сейчас они учатся в колледже, но вообще друг с другом не разговаривают. В общем, этот парень ей дал тысяч рублей на такси и ещё на что-то там, на фруктике, ещё что-то купить. Она оставила эту тысячу себе и в итоге двух друзей просто потеряла. Как вам такая история? Ай, ребята, просто капец. Ну и последняя история, которую я с вами поделюсь, я думала, что та последняя, но сейчас я с вами поделюсь быстренько, вот прям максимально быстрой историей, которая произошла со мной, с моим парнем Рустамом. Вот буквально неделю-две назад мы пришли в ресторан, у меня было не очень хорошее настроение, у Руса тоже. Ну и как бы мы садимся за стол, и Рустам спрашивает, несмотря в меню, говорит, у вас есть пюре с котлетами? Ну то есть это его любимое блюдо, классическое, такое домашнее, везде просит. Официант начинает нам грубить и говорить, ну у нас есть из детского меню пюре, а ещё у нас есть отдельно котлеты, можем вам положить из детского меню пюре, а потом котлеты. Он говорит, хорошо. В итоге Рустам это заказывает, после листает ещё одну страничку в меню и видит, что там есть отдельно гарниром пюре и отдельно можно заказать котлеты. Не из детского меню, ни откуда. В итоге он показывает это официанту, говорит, вот, вы же видите, что можно вот так заказать. Он говорит, извините, я не был в курсе. Потом я говорю, можно мне, пожалуйста, бурату? Он говорит, какую бурату? Я говорю, ну с помидорами. Он говорит, стоп, у нас есть только с грушей. Я говорю, извините, но я в первый раз слышу типа бурату с грушей. Мне как бы стало не по себе. Он говорит, ну вот, у нас в детнем меню только вот такая бурата есть. Я говорю, вот, посмотрите в меню бурата с помидорами. Он говорит, сейчас, 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 погодите. И просто отходит буквально на пару минут, да нет, не на пару, просто уходит и зовёт к нам другого официанта. Я говорю, вы этому официанту пламенный привет передайте, пожалуйста. И я потом поговорила с администратором и сказала, что этот официант абсолютно не знает меню, не может обслуживать гостей. Как-то психанул, ушёл и отказался нас обслуживать. Вот, так что вот такая ситуация произошла. Да, она чуть-чуть несправедливая, но не такая уж шоковая, как те четыре, которыми я с вами поделилась. В общем, хочу сказать вам большое спасибо за просмотр этого ролика. Пишите, какая история, не считая моей, потому что она не такая уж и шоковая, а была самой трэшовой. Ниже в комментариях обязательно напишите. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что сейчас я уже поеду в торговый центр дарить вам подарочки. Вот, поэтому, чтобы вы тоже получали подарки от меня, видеоприветики и так далее, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. И самые активные и внимательные подписчики прямо сейчас могут отправить вот этот эмодзи мне в директ в инстаграме. И я буду лайкать ваши профили за то, что вы такие внимательные, досматривайте мои видео до конца и отправляйте этой эмодзи мне в директ в инстаграме. Спасибо вам большое за просмотр этого ролика. Ну а с вами была Карина, и всем до скорых встреч. Пока-пока. Люблю, обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok